МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние дни о просьбе Украины «Позволите использовать американские ракеты для ударов по российской территории» внезапно, что называется, в полный голос заговорила американская пресса. Было известно, что эта идея не популярна в Белом доме. Прежде Киев неизменно получал отказы, которые мотивировались тем, что президент Байден не хочет обострения военного конфликта. И эта тема была на задворках внимания СМИ. Ситуация изменилась, судя по всему, с возвращением из Киева госсекретаря Энтони Блинкина, который, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», начал убеждать людей в окружении президента Байдена, что Украина должна иметь возможность ответить на атаки по Харькову, наносимые с российской территории. Сам Блинкин решительно заявил, что, хотя Вашингтон не одобряет этого, Украина может использовать американское оружие по своему усмотрению. Вслед за заявлением Блинкина стало известно о письме нескольких законодателей министру обороны Ллойду Остину с призывом позволить Киеву бить американскими ракетами по объектам на территории России. В среду эту идею публично поддержал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, что вызвало гневную реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, назвавшего такую позицию безответственной. Тем не менее, формально запрет остается в силе. И, как считает Марк Помер, он, скорее всего, будет действовать в течение нескольких месяцев. Вот как ему видятся мотивы действий Белого дома. Конечно, мне трудно сказать, что они обсуждают в Белом доме. Но я бы начал немножко со стороны, если можно. И сказал бы, что сейчас администрация Пайдена как бы три кризиса. Первый, наверное, для них самый большой кризис, это то, что происходит на Ближнем Востоке. Так что очень много времени отбирает, что будет с Израилем и как это кончится. Второй большой кризис, это, конечно, выборы. И на третьем месте, конечно, Украина. И я думаю, чего они больше всего боятся, это кризис, который начинает нагнетать, переходит границы и становится серьезной проблемой. То есть, если я бы сидел в Белом доме, я бы с ними пообщался. Я думаю, что я бы слышал, ну, в таких очень тесных кругах. Что было бы идеально? Идеально было бы, чтобы было перемирие на Ближнем Востоке, чтобы просто не убивали больше палестинцев в Газе. То есть, это просто влияет очень плохо вообще на политику и вообще на мир. Чтобы как-то было перемирие в Украине каким-то образом до выборов. И тогда выборы могут быть более успешными. Поэтому, я думаю, чего они больше всего боятся, что если действительно начнется такой более-менее прямой конфликт с Россией. Это биг, так сказать, соображение. Не значит, что это правильно. Это просто биг, соображение. Тогда они какой-то теряют контроль над этим кризисом, который может очень серьезно повлиять на выборы и вообще на будущее их администрации. То есть, если что-то пойдет плохо, если ответ будет с российской стороны невероятно сильный ответ, это могут воспользоваться республиканцы. То есть, они не хотят бросать, конечно, Украину. Украина очень важна. Но они хотели, чтобы хотя бы не было большого конфликта, потому что тогда они просто теряют контроль вообще над этим. С другой стороны, если бы украинская армия смогла добиться успехов на поле боя, применяя американское оружие, это могло быть хорошим, так сказать, предвыборным подарком для кандидата Байдена. Такая точка зрения тоже существует. Я не специалист по военным делам. Я не могу судить правильно, неправильно, что можно сделать. Я чувствую, потому что говорят, что пишут эксперты, они считают, что Украина в ближайшем будущем никак не победит, никак не сможет пробиться. Наоборот, они хотят, чтобы Харьков не захватили русские войска. Так что они больше смотрят на какие могут быть негативные последствия, далеко не смотрят на возможную победу в ближайшем будущем. Может быть, какая-то будет победа политическая, если Путин, в конце концов, человек смертный, может быть, тогда будет какое-то политическое разрешение. Но в ближайшие несколько месяцев, чего они больше всего боятся, мне кажется, вот этого конфликта, который нарастает, 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 и который может каким-то образом вовлечь напрямую американские войска, тогда, я думаю, Байденская администрация считает, что они, в общем, на этом проиграют выбор. Марк, в этой ситуации удивительно, что Белый дом продолжает демонстрировать нерешительность. Прежде он не хотел поставлять Киеву ракеты, танки, самолеты. Сейчас он не позволяет использовать ракеты для ударов по территории России, хотя понятно, что получи Украина эти вооружения вовремя, ситуация на фронтах была бы совершенно иной, что возможность наносить удары по военным объектам на территории России лишила бы российскую армию стратегического преимущества. Я думаю, администрация Байдена побаивается. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо, тут можно спорить сколько угодно. Те, как я, которые хотят поддерживать Украину, мы это видим как слабость. Но я думаю, что много-много американцев считают, что это очень спокойный, разумный подход. Это не наша война, это не наш конфликт. И поэтому им нужно где-то как-то учитывать вот эти разные течения. Не говоря уже о том, и тут нужно тоже упомянуть, не говоря уже о том, что большая часть, какая-то часть Республиканской партии вообще на стороне Путина. И мой представитель в Конгрессе здесь, в Остане, Майкл Маккол, даже сказал в интервью по телевидению, что мои коллеги читают то, что Кремль пишет и повторяют. То есть даже не стараются изменись, просто дословно повторяют все пункты, которые Кремль выставляет. Так что в такой ситуации нужно вести себя. Я опять говорю, как они считают, не как я считаю. Очень осторожно. Ну, то, о чем вы говорите, можно назвать нежеланием или неготовностью администрации Байдена взять на себя роль лидера. До какой-то степени да. Хотя бы до выборов, а после выборов 4 года посмотрим. На что-то намекал госсекретарь Блинкен на прошлой неделе, когда он был в Киеве и говорил, да, мы должны установить на 10 лет тесную связь между Украиной и Америкой и так далее. Так что есть намеки, что оно пойдет, но в следующие несколько месяцев они хотят как можно меньше возможных проблем. Нас должны переизбрать. Потому что если нас не переизберут, то можно вообще о Украине говорить. Потому что Трампа даст быстренько Украину. Относительно того, что стоит ожидать Украине в случае прихода Дональда Трампа в Белый дом, есть и другие мнения. Но, коли вы заговорили о заявлениях госсекретаря Блинкена, то он на днях, причем несколько раз, повторил удивительную фразу. США не поддерживают удары по России, но Украина должна решать сама, как распоряжаться американским оружием. В общем, звучит как добро на удары по территории России. Конечно. И мне, мои коллеги, которые за этим всем следят, говорят, что то, что произошло в Черном море, где украинцы успешно потопили несколько крейсеров, крейсеров, безусловно, Америка им помогла это сделать. То есть без Америки они вообще этого не могли сделать. То есть есть риторика, а есть действия на самой территории Украины, и мы не всегда знаем, что происходит изо дня в день на территории Украины. Тебе я тоже читал только сегодня в одной из статей Foreign Affairs, которая как раз была о том, что Америка должна делать, чтобы помочь Украине. Они говорят, что они должны, американские специалисты, и специалисты НАТО тоже, должны находиться на территории Украины и работать вместе с украинскими войсками. Об этом пишет не только Foreign Affairs. Есть информация о том, что европейские страны готовы послать инструкторов для подготовки украинских войск на территории Украины. Сейчас их тренируют на территории нескольких стран НАТО. Инструкторов точно. Знаете, мы можем только гадать, что они обсуждаются в Белом доме. Но я думаю, что логично было бы то, что им нужно остаться во власти для того, чтобы продолжать работу. А что они были вначале осторожны, я сто процентов согласен. Что да, нужно было гораздо больше, нужно было быстрее, нужно было быть к этому готов. Но то, что в конце концов, в конце концов, вот эта поддержка прошла, ее утвердил Конгресс, и 61 миллиард долларов пойдет в Украине, это уже будет тоже сказываться в течение следующих нескольких месяцев. Марк, опросы общественного мнения в Америке указывают на то, что уровень поддержки идеи помощи Украине снижается. Около половины опрошенных сейчас выступают за ее продолжение, или даже увеличение. 30% считают, что эта поддержка слишком велика. Сразу после начала российского вторжения, 75% американцев были за увеличение помощи Киеву. Но при этом 6 из 10 опрошенных назвали Россию врагом, в том числе и республиканцы. Как вы объясняете, это враждебное отношение к России и Путину с одной стороны, и не особое желание помогать Украине с другой? Я думаю, что есть, конечно, громкие голоса, в особенности крайняя-крайняя мага, как мы говорим, часть, которая поддерживает Трампа, независимо от того, что происходит. Я думаю, что они исходят из следующего. Они не то что против Украины, они не очень-то понимают, где Украина и что происходит. Они против любой политики Байдена. И если Байден поддерживает Украину, если демократы голосуют за помощь, тогда мы против. Так что я сомневаюсь, что мы не особенно задумывались, а какие будут последствия. И потому что им нравится Россия, может быть, им не нравится Россия тоже. Им не важно. Им важно, чтобы не дать Байдену победу какую-то. Поэтому Украина становится не геополитический вопрос, а становится такой узкополитический в американской жизни. Мне кажется, ужасно. Я это считаю позором и кошмаром. Образно говоря, Украина стала разменной монетой в политической борьбе. Да. Для таких людей, которые интересуются и действительно считают, что национальная американская безопасность – это номер один, или, во всяком случае, очень высокий приоритет, те, конечно, понимают, что это не только Украина. Это война против, как мы часто называем, либеральный мировой порядок. То есть это союзная борьба на мировом уровне. Это большинство американцев не понимает. Мы вернемся к разговору с Марком Помором и Максом Примараком. Оставайтесь с нами. Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов. Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой. Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты. Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Нерешительность президента. Мои сегодняшние собеседники – Марк Помор и Макс Примарак. Сторонники Украины в Америке нередко сетуют на то, что президент Байден все еще толком не разъяснил американцам, почему победа Украины важна для них. Почему эта победа дороже тех, в общем, небольших денег, которые Соединенные Штаты тратят на поддержку Украины. Их печалит и беспокоит то, что американцы, всегда готовые помочь жертвам агрессии, охладевают к Украине. Вначале даже на моей улице в Остане были украинские флаги, и был колоссальный интерес. И меня очень часто соседи и другие люди расспрашивали. Знаешь, я много раз был в Украине и вообще разбираюсь в этом деле. Теперь, конечно, знаете, другие вопросы, другие проблемы. А, конечно, очень много Ближний Восток тоже. Это вопрос, который гораздо больше чувствуется в Америке. И то, что происходит на кампусах, то, что демонстрации. Это как-то становится проблемой номер один. И поэтому Украина неизбежно уходит на второй план. Понимаете, это заменяет Украину. А Украина была на первом месте. Теперь она где-то, знаете, не на первой полосе каждой газеты. Так что, я думаю, тут тоже сыграло. Но я бы хотел бы, то есть, если я бы мог пожелать Белому дому что-то предпринять, действительно выложить аргумент, почему Украина необходима для мирового порядка и для безопасности Запада и Соединенных Штатов. Вот выложить таким простым языком. Это было бы здорово. И, может быть, это будет часть предвыборной кампании. С вашей точки зрения, могут ли еще что-то сделать украинцы, чтобы заручиться поддержкой в Соединенных Штатах? У меня впечатление, во всяком случае, вначале создало, что просто гениально украинское общество и правительство действовало. И Зеленский прекрасно себя ввел. И то, что молодые украинцы свободно говорят по-английски, очень помогло то, что они могли выкладывать. И, конечно, если смотреть такие более серьезные каналы по телевидению или слушать более серьезные радио, читать газеты, то, конечно, украинская точка зрения проявляется. Но я думаю, что нужно в Америке, и, скорее всего, в Европе тоже, но в Америке нужно выложить, почему это необходимо для Запада. Какой риск, если Путин, в общем, победит. Тут тоже определить, что значит победа. Тоже вопрос очень сложный. Что значит победа для России, что значит победа для Украины. В Америке считают, что ни Крым, ни, скорее всего, большая часть Донбасса в ближайшем будущем Украине не вернется. Нужно установить какой-то, ну, какой-то компромисс и жить с этим. То есть это, я думаю, скорее американский подход. Вообще в Америке привыкли к компромиссам. То есть компромисс — это не что-то ужасное, это реальность. Это нужно... Нужно кончать бой, переходить к какому-то, ну, перемирию. Марк, интересно, что далеко не все противники последнего пакета помощи Украине в Конгрессе выступали против помощи. Многие из них, например, говорят, что принцип «будем помогать, сколько потребуется, не работоспособный». Они хотят, чтобы Белый дом представил стратегию поддержки Украины. Об этом, кстати, говорит мне и сотрудник консервативного фонда «Херетич». Во-первых, это не наша война, поэтому не мы составляем конечный план. То же самое происходит в Израиле и на Ближнем Востоке. У них тоже нет планок, что делать после. Так что, я думаю, когда вы поддерживаете, ну, конфликт других стран, вы неизбежно не сами составляете план, как закончить. Но я думаю, что администрация бы хотела каким-то образом хотя бы прекратить, в прямом смысле, войну, начать какие-то, ну, возможные переговоры. Ну, конечно, это им было бы политически полезно и, может быть, привело к какому-то временному перемирию. Может быть, это не настоящий мир, но, в всяком случае, нет войны. Но я думаю, что если вы поддерживаете другую страну, не Америке диктовать Украине, они воюют, они умирают, они страдают. Это, в конце концов, их решение. Да, Америка не может диктовать Украине условия завершения войны, но, как говорят критики нынешней системы помощи, Америка может и должна определить для себя, на каких условиях эта помощь будет продолжаться. Во-первых, нужно сказать вашим гостям из Heritage, что большая часть денег американским компаниям, которые производят вооружение. Так что большая часть денег остается в Соединенных Штатах. Так что они понимали этот факт. Во-вторых, связь с Украиной и Америкой, связь с Украиной и Европой остается очень тесной и будет больше и больше развиваться. Так что, я думаю, это было же относительно хорошо. Говоря о будущей поддержке Киева, как вы думаете, что может обещать Украине потенциальная победа Дональда Трампа на президентских выборах нынешней осенью? Эта перспектива, как мы знаем, страшит многих в Украине. С другой стороны, ведь именно администрация Трампа, а не администрация Обамы Байдена, предоставила Киеву ракеты для отражения возможной российской агрессии. Поставление оружия, как я читал, она была более символическая, чем настоящая. Она находилась где-то в западной части Украины и не могла быть использована в Донбассе. Так что я на это смотрю очень скептически. Меня не так Трамп волнует, меня волнуют по многим причинам, меня волнуют скорее его советники, у которых для меня, американец, который интересуется геополитикой, у них очень узкое популистское понятие роли Америки в мире. И они не понимают или не хотят понимать, что мы несем колоссальную ответственность за общее развитие всего мира. И тут меня больше пугает даже не в смысле чистой Украины. Меня пугает вообще подход внешней политики, которая, мне кажется, я уверен, идет в разрез с основными принципами американской политики за последние 70 лет после Второй мировой войны. То есть они хотят вернуться к такому течению, что мы называем isolationism. Мне кажется, это губительно для Соединенных Штатов, но это и губительно для всего мира. Марк, вы провели немало лет в России в качестве главы фонда США Россия. Вы нередко бываете в Украине. Что вы думаете о том, у кого более велик запас прочности, чтобы выстоять в том, что сейчас выглядит как война на истощение? У вас соображения на этот счет есть? Два соображения. Во-первых, украинские смогли создать гражданское общество еще до войны. Я часто бывал в Украине, у меня много близких друзей, знакомых. И я возглавлял организацию, называется IREX, которая имела офис в Украине. Мы работали над разными программами и так далее. И выросло общество. В России те ростки гражданского общества Путин последние несколько лет уничтожил. Так что Россия вернулась к советскому, где сверху диктует, что вы делаете. Поэтому она кажется очень сильным, но она может очень быстро распасть. А Украина – это общество. Это все-таки были выборы. Это участие разных групп в стране. Поэтому поддержка гораздо глубже, потому что она связана с конкретными людьми, и с их представлением об их будущем. В России я могу представить, зная хорошо страну, что придет кто-нибудь другой власти, скажет, нам Украина не нужна, и все, в общем, последуют. Им важнее, лучше жить, чем воевать в Украине. Это первое. Во-вторых, нужно учитывать размер России и Украины. Россия в три раза больше. И мне говорят военные специалисты, что в такой войне, как сейчас, напоминает Первую мировую войну, в конце концов, если она будет продолжаться, большая сторона побеждает. Пока что держится Путин и его команда, да, но если он бы завтра ушел, мало ли что, Россия может бросить все это и пойдет своим путем. Насчет тяги россиян к миру мнения есть разные. Как мы знаем, немалая часть населения экономически выигрывает от войны. Но эта военная экономика выйдет боком, потому что на инфраструктуру будет меньше денег выделяться, а на образование будет меньше. Вообще страна как бы закрывается. Я думаю, что трезвые, нормальные русские, которых я часто встречал, с которыми я работал, я не могу представить, чтобы они одобряли такой подход. Это был Марк Помер. За что, собственно, выступают критики украинской стратегии президента Байдена. Может ли Украина потерять американскую поддержку в случае прихода в Белый дом Дональда Трампа? Об этом я спросил представителя фонда Херетич, который критикует позицию администрации Байдена. Слово Максу Примараку. Если мы хотим увидеть победу Украины, то мы должны определить для себя, что такое успех. Но президент Байден не продемонстрировал желание представить стране свое видение пути к успеху. В результате мы тратим деньги, не имея представления о том, каких результатов мы хотим достичь. Возникает, например, вопрос, не хочет ли президент ограничить наступательные способности украинской армии, введя различные ограничения на применение американского вооружения. При этом мы увидели, сколь успешны могут быть украинцы, можно сказать, освободившие от российского контроля большую часть акватории Черного моря. Ограничения, введенные Белым домом, лишают Киев ключевого инструмента, необходимого для достижения успеха на поле боя. В принципе, желание поддержать Украину совершенно нормально. Проблема в том, что мы уже выделили на эти цели больше 170 миллиардов долларов, но при этом у нас нет ясно поставленной цели и стратегии для ее достижения. Такую позицию Белого дома можно назвать странной, и такой подход, скорее всего, обернется провалом. Как, с вашей точки зрения, может выглядеть стратегия США, которая может привести к успеху? Мне в этой связи вспоминаются ситуации в Ираке в 2007 году, когда там резко возросла активность Аль-Каиды, поддерживаемой некоторыми соседними странами. Тогда в США ощущалась усталость от затянувшегося военного конфликта, и немало экспертов предлагали попросту вывести американские войска из Ирака. Я был свидетелем этих процессов, работая в Госдепартаменте. Президент Буш выбрал другую стратегию, стратегию победы над Аль-Каидой. В тот момент она включала увеличение численности американских войск, другие меры, которые позволили, в конце концов, нейтрализовать эту угрозу. Но это было сделано на основе хорошо разработанной стратегии, где были поставлены ясные задачи и намечены способы их исполнения. Это то, что необходимо сейчас. Ясная стратегия поддержки Украины с четко сформулированными целями. Мы толком не знаем, например, на основании чего администрация Байдена пришла к выводу о том, что для поддержки Украины необходимы именно такие суммы. Сначала это были 113 миллиардов долларов, а сейчас 60 миллиардов. Похоже, что Белый дом попросту пытается сохранить расходы на определенном уровне. Но это не стратегия. Кстати, можно сказать, что подобный подход администрация Джо Байдена практикует и в отношении Израиля. Мы не знаем, какова цель Белого дома. Помощь Израилю в уничтожении группировки Хамас или помощь в защите от нападения со стороны Хамас. Президент Байден создает препятствия Израиля в его попытках покончить с Хамасом. Я бы назвал природным свойством нынешней администрации неспособность четко, публично определить, в чем заключается ее цель, касается ли это Украины, Израиля или других регионов. Господин Примарак, то есть в действительности ваша организация, фонд «Херитич», не против поддержки Украины, хотя вас многие относят, скажем так, к тем, кто скептически оценивает идею помощи Украине? Всегда есть определенные элементы, выступающие против поддержки Украины. Но мы в фонде «Херитич» с самого начала российского вторжения в Украину поддерживали администрацию Байдена в ее намерениях обеспечить поставке Киеву оружие, необходимого для победы. Увы, два года спустя стало очевидно, что в действительности этого не произошло. Украина не получила необходимого ей оружия. Белый дом действует крайне нерешительно, и этому примеру следуют некоторые из наших союзников, например, Германия. Мы видим результаты этой нерешительности на поле боя. То есть мы, поддерживая идею помощи Украине, критикуем администрацию Байдена за осуществление этой идеи, за неготовность взять на себя лидерство. Господин Примарак, многих друзей Украины в США, естественно, очень беспокоит возможность прихода в Белый дом Дональда Трампа. Они опасаются, что помощь Украине, мягко говоря, не будет в числе его приоритетов. Как вы относитесь к такой точке зрения? Давайте вернемся в 2014 год, когда Путин впервые вторгся в Украину в президентство Барака Обамы. Чем ответила администрация Обамы? Поставками одеял и сухих пайков. Когда Дональд Трамп пришел в Белый дом, Киев получил противотанковые ракеты «Джавелин» и другие вооружения. Трамп совершенно четко демонстрировал, что его цель – поддержание мира с помощью силы. И Путин не решался пойти на открытое вторжение в Украину в президентство Трампа. Напомню, что Трамп сумел урезонить Иран, отдав приказ о ликвидации генерала Сулеймане, командовавшего подразделениями Корпуса Стражей Исламской Революции, ответственными за нападение на американские войска в регионе. Я думаю, что Дональд Трамп хорошо понимает, что роль Америки как мирового лидера, обеспечивающего стабильность, во многом зависит от ее способности продемонстрировать твердость и ясность своей позиции. Если Дональд Трамп победит на выборах, то, на мой взгляд, мир увидит гораздо более решительную Америку. Он стал объектом масштабной антитрамповской пропаганды, в результате которой в глазах международного сообщества создан его искаженный имидж. Я бы рекомендовал перечитать стратегию национальной безопасности, подготовленную его администрацией в 2017 году, или его важную речь в Варшаве в том же году. На мой взгляд, у нас есть основания рассчитывать на то, что мир будет стабильней в случае прихода в Белый дом консервативной администрации. Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Нерешительность президента. Моими собеседниками сегодня были Марк Фомер и Макс Примарак. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении «Тюнер». Подкаст доступен на всех основных платформах подкаста. Всего доброго, до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова